Как футболиста силой забрали в Украину. Летом 2009 года почти неиграющий форвард киевского Динамо Гильерми отправился в аренду в московский ЦСКА. Российский клуб собирался выкупить бразильца после окончания аренды. Нападающий был очень воодушевлен переходом в Россию, благодарил Бога за одноклубников, а в команде заявили, что игрок сможет заменить Вагнера Лава. И за год бразилец за 20 игр забил 10 голов. Отличный результат. И тут начались ожесточенные переговоры о выкупе Гильерми из Киева. Евгений Гиннер всеми силами снижал требуемые 10 миллионов. Футболист, даже несмотря на угон его автомобиля, в Москве четко заявлял «я люблю ЦСКА». В итоге форварда все-таки вернули в Динамо, стороны не сошлись по стоимости трансфера. Но что толку? Газаев уже начал сезон с четырьмя другими форвардами, а не желание быть пятым, президент Игорь Суркис назвал избалованностью. Через год Гильерми всего за 8 миллионов вернулся в Бразилию и уже больше никогда не выдавал такой же результативной игры, как в ЦСКА. Армейцы поступили так же, как и Киев, вернули из аренды своего бразильца. Это был великий Вагнер Лав, который стал еще большей легендой. Причем куда менее дорогой.